Сколько им отправили уведомлений вообще с начала года? Ну давайте примерно. А мы сразу на уведомления делаем. Мы сразу оставляем какие-то... Ну а управления сколько? Я сейчас вот вам цифру не назову, мы начиная с декабря каждодневно их направляем, ну рабочие имеется в виду дни. Ну их сотни, наверное, да? Уже десятки. Пять уведомлений в неделю, больше 30 должно. На одной из центральных улиц города в Веденской снегоуборочной тупикой. Вроде бы проезжая часть выглядит очищенной, коммунальщики старались, но сужение полос налицо. Две вместо четырех. Еще две под солидными сугробами. Это зона платной парковки. Хозяин компании Ростелеком. Вот только свою работу по очистке здесь делают спустя рукава. И это сразу бросается в глаза. Это самый центр. Здесь ходит много людей. Просили их обратить внимание. Прошло три дня. Ну никто даже не выходил, даже пальцем не пошли. По вот этой улице у нас составлен? Нет. Составляйте сейчас прямо. Та же самая картина на площади Мичурина. Машины припаркованы буквально друг на друге. Сугробы высятся неприступной крепостью. Дисциплинарное взыскание своим, конечно, будет. Но это тоже территория парковочного монополиста. Время привлекать надзорные органы. Центр города. Вопиющая ситуация. Дворовые территории убирают с разным успехом. Где-то, не дожидаясь реакции управляющей компанией, площадку перед домом люди очищают сами. И даже выкладывают свои успехи в социальных сетях. А вот во дворе дома на Радищево-12 оперативно сработали коммунальщики. И даже получили слова благодарности от местных жителей. Еще одну отличную работу по уборке автобусной остановки в местечке Борки едва не приписали тем, кто ее не делал. Все разъяснил местный житель Николай Игнатов. Эмоциональный альтруист даже оборудовал свой УАЗик специальным ковшом. Теперь готов чистить все вокруг. Безвозмездно. Ну, спасибо вам от администрации города. Спасибо. Спасибо большое. Мы сейчас на контроль поставим ваш участок. Сегодня все выйдут, почистят. Здесь я могу сам чистить. Даже бесплатно. То, что остановочку почистили. Я и буду ее чистить. Очистить пешеходные переходы и остановки – недельная цель управления благоустройством. Следующие снегопады ориентировочны ближе к 20-м числам. Поэтому еще одна нота Бене – вывести все, что сгребли. Впрочем, техника и так работает с максимальной эффективностью. В три раза превышены нормативные осадки на месяц. То есть мы вот этот месяц работаем на запредельных возможностях. Все силы и средства, которые можем, привлекаем. Всех, кого можем. Коммерческие структуры. Всех задействовали тоже в уборке снега. И когда сами люди, горожане выходят с лопатой, это очень сильно приветствуется. Мы их благодарим за эту работу. Мы понимаем серьезность ситуации. Боремся за стихией. Вас просим не критиковать, а где-то помогать. Также давать сигналы, где мы должны обратить внимание. Мы все эти сигналы учитываем. Самая важная просьба к горожанам от властей – внимательно следить за появлением табличек у парковок. Каждая улица учтена. Время вывоза сугробов с улиц будет указано персонально. А еще за расписанием уборки можно будет следить на сайте Рязанской администрации. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».